Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Когда спрашивают о смысле жизни людей неверующих, они не могут ответить. Придумали. Дом построят, дерево посадить, сына родить. Дом сгниет, сгорит, сын умрет, ищем предстан. Господь говорит наиважнейшая заповедь. Возлюби Господа Бога твоего всем умом, всем сердцем, всей душой, всей крепостью юноша добавил. Господь не о проверке его. А что в этой заповеди? Возлюби Господа Бога. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Как людям уверовать во Христа, если никто не скажет? Вера от слышания, Римлянам 10-17. От слышания от Слова Божия. Не от сказок, не от того, как бабушка вводила в храм, а вот от этой книги, Святая Библия. Когда Господь говорил это, исследуйте Писание, Иоанна 5-39. Нового Завета строчки не было. Евангелие от Матфея появится, как считают историки, через 5 лет после Вознесения Христа. От Марка через 7. В Луке через 15 лет. Евангелие от Иоанна через 35 лет. Они уже все забыли, ничего нет. Но Дух Святой говорит, придет и напомнит. И вот Он нам напомнил. Я вчера говорил на эту тему. Иногда люди говорят, я не сам говорю, а от Бога говорю. А в Библии этого нет. И вопреки Слово Божие, страшные слова Господь говорит об этих людях. Где это написано? Евангелие от Иоанна 8 глава. Возьмите в руки однажды, прочитайте. Иисус говорит, почему вы не понимаете речи Моей? Говорит на родном языке. Что ж не понимать-то? Вы не хотите. Вопрос. Воля в человеке препятствует этому. Я вчера зачитывал места эти. Сейчас только перечислю их. Дома просмотрите. Иклисиаста 3.14. Второзаконие 4.2 и 13.32. Не прибавляй к словам Его. Не прибавляй. И не убавляй. То есть ты должен Слово Божие знать очень хорошо. Библия написана не для мудрецов только. Для всех. Иисуса Новина 1 глава 8 стих написано. Вникай в закон. Да не отходит книга сия от уст твоих. Не от глаз. От уст. То есть, чтобы от тебя другие услышали. От уст твоих. Получается мне день и ночь. Запятая. Дабы в точности исполнить написанное в ней. В точности исполнить инструкцию. Это означает, у тебя конструкция будет стоять. Машина будет идти. В семье будет порядок. Со скотиной нормально. Так написано. Не пожелай чужого поля. Отпустил скотину. Она зашла. Заплати. Это 10 заповедей говорят. Вы хорошо это усвоите. Потому что здесь как-то еще можно отговориться. А на суде Божьем этого не будет. Не пожелай. Не пожелай. Перечисляйте все. И жену чужого. И рабыню. Потому что есть один грех, на котором гибнет больше, чем на всех вместе грехах. 20 мытарств, 40 дней идет душа после смерти. И написано, что на мытарсте блуда, прелюбодеяние и любодеяние гибнет больше, чем в войнах и во всех остальных нарушениях заповедей. О гневе, сребролюбии. Все от мала до велика пораженные. Я говорю, 1861 год. Еще далеко до советской власти. В стране еще 57 тысяч храмов. 1750 монастырей. А Достоевский, Петр Михайлович пишет, 10-летние и уже развратные. 10-летние и уже развратные. То есть он ознакомился с жизнью людей тогдашних. Это не сегодня началось. Люби Господа всем умом, значит, возвести им имя. Ни один прелюбодея и блудник в Царстве Божьем не войдет. Бог свят, будьте святы, как я свят, говорит Господь Бог. Вторая заповедь. Подобная ближнего, как самого себя. А как? Ну, в первую очередь, возвести всем спасение. Не зря святые отцы выявили в каноне, что можно ставить в диаконы, в священники тогда, когда обратишь к Богу, ко Христу, всех родных в семье твоей. Это стояло не просто так. Патриарх Геннадий поставил правило. Ставить в диаконы, когда наизусть будет знать Псалтырь. Наизусть. Ну, я знаю, что есть люди, которые даже 118-й Псалом считают. У нас приезжал один и наизусть считают, не ошибется. Но всю Псалтырь я так и не встретил. Может быть, они лишнюю брали, но планка поднята так была, чтобы человек понял. По-другому никак. Не прибавляй к словам его. Притча 30-я глава, 5-й, 6-й стих. Чтобы он не обличил тебя, я тебе говорю, ты ничего не слышишь. Ты уши закнул заклепками. Бог говорит, не прибавляй к слову, оно чисто. Если ты добавишь, Бог говорит, я обличу тебя, не человек. И ты окажешься лжецом. В апокалиптисе, 21-й глава, 27-й стих написано. Участь лжецов в озере огненном. А почему они не слушают? Господь говорит, 8-я глава, 4-й, 4-й стих. Ваш отец дьявол. Да как мы молимся Богу, жертву приносим, причащаемся. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца вашего. Ибо он был от начала человека убийца и лжец. Когда говорит глошь, говорит свое. Ибо он лжец и отец лжи. Ты не знаешь, что писания этого нет. И говоришь, да. Ты прибавил. Господь говорит, наложил на тебя все язвы, которые написаны. Где это написано? Откровение, 22-я глава, 19-й стих. Во втором постане к Тимофею 4-2. И говорит, проповедует слово. Настой во время, не во время. Это заповедь Божия. Несите благую войс. Вот она. Идите по всему миру. Несите, идите. Сегодня пытается нам доказать, что монашество распространяло. Нигде. Самые силы высасывались из народа в монастырь. За стенами выйти нельзя. Вы просто не знаете. Мне Господь позволил работать с уставами всех монастырей, какие Венедикта, Василия Великого, Соловецкие. От корки до корки. Я все поместил это в книгах. Речь шла не о чем-то, а о спасении душ. Садили три пальмы, переходим в монастырь. И на каждой висела плеть. Первая. Для нарушителей, монахов, которые не по уставу. Вторая. Которые приходили кланяться, молиться и что-то нарушали. Разговора не было. И третья. Самое страшное. Если кто-то через три года выведенный из монастыря на работу сбежал, его там с собаками никак не поймали. Непростимый грех. Да где это такое? Посылки нельзя получать. Разговаривать нельзя. Ни в столовой, ни на пути, ни обратно. Это уставы. Вы просто не знаете. Я вам свидетельствую это. Господь этого не установил. Сегодня говорят, как проповедовать, если не будут посланы. А меня Бог не послал. А почему не послал? Ты же ходил на исповедь. Священник что тебя спрашивал? Не ел ли журавля? А почему бы не спросить? А ты когда Библию в руках держал? Поставить за правило. Как у Веритиков принято это. Такие называемые свидетели Иеговы. У него, если старший над ними тоже свой называется званием, так генерал или другой, своя не написали, исказили Библию. Если он не посетил, допустим, 30 человек, 30 домов в течение месяца, его уберут. Вот, еретики это знают. И они распространились настолько через проповедь, что сегодня их намного больше, может быть в 2-3 раза больше, чем православные. Они уже подпирают католиков. А там у католиков, вы даже не знаете, это мы только, так сказать, я смотрел папское служение, мы были в Риме. Там не смотрел. Здесь специальные большие как бы люльки, девушки сидят, крылья приделали, они выплывают, народ молится, смотрит. Там такие концерты ставят, как у нас сейчас во многих храмах, там выйдут из храма притвор и начинают танцы устраивать. Это сегодня, официально, прямо я вчера говорил о священнике, который говорит, это еврейские басни, Ветхий Завет. Богохульники у власти развращают, а вот уличный проповедник показывает его, он стоит на постаменте на каком-то, ну бывает борьбюр, и говорит об войне. Люди проходят мимо, он видит молодые, вы или избиянки, вы замуж не выходите, вы грешите друг с другом, вы в ад пойдете. Смотрит юноша, ты наркоман, он их видит уже по лицу. Где ты будешь после страшного суда? Господь проклянет твою жизнь, он крещит, полицейские подошли, ты маленько потише, ой, полицейские мешают, они тоже взятки берут, они ничего не могут с ним сделать. Устаивая отверстие, при том на весь мир. Итак, если Бога любишь всем умом, а Он послал стына, чтобы Он умер за грехи людей, почему же ты молчишь и не говоришь? А как я могу бы говорить? Ну я верую в душе. В душе это открытое предательство Бога. Как ты можешь молчать, когда Сын Божий умер? Великая радость воскресенье Его из мертвых и никому не говоришь. Господи, а как это? Слушай внимательно. Получивший пять талантов, прирастил пять. Два, получил еще два. Почему? И шел на торжеще. Толкование блаженного фифилакта. Но, получивший один талант, Он взял, завернул его в платок, зарыл землю и ждет. Когда пришел, Он говорит, вот тебе твое. Я узнал, потому что ты злой, жестокий господин. Жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. Значит, ты знал, что я суровый, строгий Бог, и так ты позволил. Сбежите по рукам и ногам. То есть, речь идет о том, что Он не развратился. Он сохранил деятельность. Но Он никому не говорил. Это в душе. Я сейчас прочитаю эти места, как страшен гнев Божий на тех, которые молчат. Люди придумали так. Ну, у меня сын или дочь там, они хорошие. Правда, они неверующие, но такие хорошие. За мной, за старым человеком, стариком ухаживают. И пенсия моя при мне. Ну, я, правда, отдаю им. Они хорошие наши дети. Они верят. Ну, может, они в душе верят. В душе веры нет. Это талант, который Бог дал. Я прочитаю несколько мест. Как определять? Первое послание Иоанна, 4 глава, 2 стих. Любимый ученик Иисуса Христа пишет. Духа Божия узнавает так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. 3 стих. Не исповедующий Христа, пришедшего во плоти, есть дух Антихриста. Исповедовать, ты открой Википедия, везде посмотри, что означает. Это не исповедь, а свидетельство другим о Христе. Он не говорил, это дух Антихриста. А он в душе верит. Он хороший. Хороших в аду очень много людей. Хорошие были у фашистов, у коммунистов, у безбожников, у язычников. Спасаемся мы верою. Верующий Сына Божий имеет жизнь вечную. А неверующий не увидит жизни. Но гнев Божий пребывает на нем. Прекратите обманывать неверующих детей. Они неверующие. Они никому не говорят. Они не читают священное писание. Они будут пропадать у телевизора, в интернете. Поставь это правило для детей. Строго Бог будет взыскивать. С родителей, которые не научили детей Бога ведению, страху Божию. Они лепятся туда, где нет обличения. А ты иди туда, где тебя обличают. Где помогут освободиться от ненужного. И считаем 4 глава 15 стих. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог. И Он в Боге. Не молчит, не прящется. А сегодня боятся Слово Божие взять. Вы просто не знаете этих слов. Вопрос будет один. Почему не знаешь, когда Библия на русском языке в 1876 году переведена? Лучший в мире перевод Библии за всю мировую историю. Мы не имеем права закрыть эту книгу и заниматься чем-то. Поставь это правило. Завтракать не буду, хотя одну главу не прочитаю Евангелие. Посты церковь дала православное. Среду пятницу все соблюдаю. Для этого Бог и послал к нам учителей. А учитель не спрашивает об этом, проповедовал ли, читал ли. Вот на исповеде сейчас батюшка их принимает и стал бы всех спрашивать. В церкви. Ну не в нашей где-то. Ведь ни одного допускать нельзя. Батюшка опять уехал. Его там кажется сегодня в Казани встречают. Кто нынче принимал крещение. Но перед Богом мы будем отвечать по священному писанию. Вот священник в монастыре окажется где-то. Батюшку нашего попросил. У меня исповедников 150 человек сегодня. Ну ты бы, батюшка помоги мне. Он говорит, я буду по-своему исповедовать, как у нас. Да пожалуйста. Все, тот священник уставший ушел. И он сразу обратился. Кто не исповедовался? Все не исповедовались. Я сегодня буду исповедовать. Я из Потерябки приехал ваш батюшка. Мне попросил, я буду вас исповедовать. Слушайте внимательно. Кто не исполнял 69 апостольское правило о посте. В среду, в пятницу нарушал. Когда не разрешается растительное масло, а ты и рыбу ел. Я не прибавляю. Не исполнял он заповедь четыре десятницы. Это речь о великом посте. Я прошу, не стойте зря исповедовать, я не буду. Отшатнулось, наверное, из десяти два осталось. Так, теперь вы старцы и прочее. Кто бороды бреет? Я тоже исповедовать не буду, пока у вас борода дырят растет. Вышли, осталось 8 человек. И все, не надо 150. Не надо, у меня приехал Ивумин здесь, Амросий Юрасов. И говорит, исповедуй, исповедуй, нигде такие вот пещерские лаври. И каждый раз одни и те же люди, один и тот же грех. Притом простое. Ну, самое простое, никого не суди. Блудник, можно сказать, понравилось, вор, вещь утащил. А судить до этого ничего не надо. Скажи, ты обедаешь где? На кухне. Окно есть, есть. В окно смотришь, когда обедаешь? Да, вот тебе заповедь. Не смотри в окно, когда обедаешь. Она пришла, батюшка, я не могу. А ей надо знать, кто вышел, с кем вышел, зачем вышел. Ты в них и в самого себя. Грех осуждения другого, тем более священного писания, не имеет извинения никакого. Вот смотрите, что делает ненависть? Если человек не расположен к кому-то, а я тебя слушать не буду, я встану да уйду. Встану да уйду, не обманывая себя. Тут звучит Слово Божие. И у Пахомия Великого был такой любимый ученик Федора Священный. Он все в Слово Божие вникал, слушал внимательно и высказывал мысли свои ему. И однажды Пахомий сказал, сегодня я проповедовать не буду. А у него их там было 11 тысяч мужиков, монахов. Этот юноша будет вам проповедовать. Около 70 монахов сразу встали и вышли. Какого-то поставил молодого, он нас учить будет. Он всего там в монастыре три года, а я здесь 33 года. Так вот через это и обнаружилось, что тебе и нужно. А Федор сказал, прекрасную проповедь. Я сегодня хотел немножко напомнить о том, что не прибавляй. А говорят, а вот поем, святые Божие, святые крепкие. Это мы не прибавляем, нет, оно отдельно идет. Но и тут прибавили немножко. 12 ноября по старому стилю, есть житие Иоанна Милостивого. Дальше. 20 ноября житие святого Прокла. А кто такой Прокла? Пресс-секретарь Иоанна Златоуста, который помогал им. А когда Златоуст умер, его избрали патриархом. И это же читаем мы 5 января в Сава Освященный. Так вот здесь, когда шел не крестный ход, а перенесение мощей было. И в это время вдруг кресты, все в руках, и маленький отрок был поднят в воздух и исчез где-то в облаках. Стояли, ждали. Когда он вернулся, живой встал на место. Все, что? Я слышал пение. А какое? Святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные. Все поняли. Отец, Сын и Святой Дух. Люди добавили, помилуй нас. Почему? Это ангельская песня. А мы к ней добавили. Но этого в Писании нет. Поэтому это сойдет. Но 5 января в священнике написано, армяне, которые тут же молились с ними вместе, добавили. Распныся за ны. То есть распявшиеся за ны. Православные восстали. Троица не распиналась за нас. Вот молятся три пальца. Это троица на кресте. Троица не распиналась. А мы два. И Бога человечество не распинаемо. Божество? Бесстрастно. Умер человек. А как молились тогда? Первые христиане молились одним перстом. Это мы знаем из истории, которую повторяет в своей книге Федор Ефимович Мельников. Старообрядческий историк и очень знатный писатель, за которым гонялась советская власть. Он едва вышел. Как он на пасеке однажды устроился, печатал свои книги. И оттуда пришлось бежать. То есть у нас есть исторические сведения. Но мы так научены. Но мысль вкладывает. Троица не страдала. Хотя и три перста. Троица не страдала. Божество бесстрастно. Страдало человечество. Это все святые знают. Так. Матфея 25 глава 24 стих. Господь отвечает зарывшему. Лукавый и ленивый. Почему не отдал талант торгующим? Другим. Ну а мне талант не дан. А какой тебе талант нужен? Мы считаем об этом Иоанна 6, 29. Вот дело Божие. Ты хочешь дело Божие делать? Делать, чтобы вы веровали в того, кого послал Отец. Вера называется делом. Евреям 11, 6. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо верующим в Сына Божий иметь жизнь вечную. А неверующим не увидеть жизни. Как бы он хорош ни был. Гнев Божий пребывает на нем. Ибо прощения и грехов нет без пролития крови. Первое послание Иоанна 1, 7 написано. Кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. А впереди написано. Если ходим во свете, как он во свете. Имеем общение друг с другом, не прячемся. Господь освобождает от ненужного. Ну я знаю, если не верующие, они лучше верующих. Такие прям хорошие, хорошие. Я вам в Таусту, оказывается, говорили. Он говорит, послушай внимательно. Чтобы быть хорошим, нужно три причины. Первое. Гнев Божий, что ты творишь безобразие. Бог тебя в огонь бросит вечный. Ты слышал, нет? Это узда очень крепкая. Крупская говорила, религия узда для масс. Я привожу мирские. Господь тоже приводил. Критяне говорили там. И что говорили. Дальше. Обещание наград будущего века. Войдите в радость Господина Своя. И третье, вспомоществующая благодать Божия. О чем Сарапим Саровский говорил? Стижание Духа Святого. Это главное. Я зато у вас говорил. Имея вот эти три, страх Божий нагоняет Господь. Этого не делай. Чти родителей. Моли Бога. Все. И однако они грешат, мои прихожане. Он говорит, смотри. Вот пивнушка-то. Сколько твоих прихожан? Он говорит, а я и не говорил, что все перестанут пить в один день. Ну вы-то сидите здесь. Вы же не пошли. Хотя бы один был, я уже оправдан. Хотя бы ни одного не было. Я прав. Правду мою никому не уступлю. Ну так он сам про себя знает. Не обманывай. Сам себя. Из Икииля 3.18. Если ты видел, что человек согрешает, а согрешение главное, это дух придет обличить, что не верует в меня. Главное, не верует. И никому не свидетельствует. Я взыщу себя. Человек рядом был неверующий, а ты ему утешал добрыми делами. Без веры угодить Богу невозможно. Господь говорит, взыщу с тебя кровь его. Сына, дочери. А если ты говорил, он не послушал, кровь его на его голове, а ты спас свою душу. Есть неверующие, сегодня же им заявите. Ты добрый, обними, поцелуй его. Я учил тебя, сын мой, ты хороший. Но без веры в Бога, без свидетельства, без умножения таланта, Господь говорит, свяжите по рукам и ногам и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плащ и скрежет зубов. Что значит по ногам? На свидетельство уже не пойдешь. А сегодня ноги не связаны, на машине можешь пойти. У нас свидетель был один такой. Зима он на лыжи и по другим селам. Виктор Николаевич Савченко. Он в Шавчино. Представь себе, он оттуда, она же на лыжах шел, начался пургай, что он даже заблудился. Да кому же никто не обратился? А это не тебе решать. Это Господь знает, семя прорастет или нет. Сей доброе семя всегда взойдет, что посеял тогда. День жертвы придет, не замедлит. Пожнешь, что посеял тогда. Пророк Исаев в первой главе, в двадцатом главе говорил, что если ты отрещешься, то и Бог отрещется от тебя. Отрещется. 1 Коринфянам 12.3 Матфея 10.33 Я называю местописание, которое еще можете просчитать. Итак, сегодня время. Ян Затаус говорит, если ты был в храме и ничего тебе не сказали, а тем более ты, может, сам не захотел слушать, напрасно ты топтал дворы Божии. Если дневные ночи свидетельствуют. Кажется много. Ян Затаус, я его насчитывал, двенадцать томов на пленку. Я знаю, примерно он говорил проповедь. Я перевод на греческий брал язык. Ну, медленно так. Итак, я умоляю вас, покайтесь. Вот таким темпом. 35 минут в среднем проповедь. И в среднем от 30 до 70 ссылок на Священное Писание, на Библию. Я стою на площади, открывает памятник Кириллу Мефодию, выступает патриарх Алексей Второй. И за 20 или сколько минут он говорил, ни разу, ни разу не помянул ни Библию, ни о том, что веруете, идите и говорите. Поэтому нам примеры оставлю в Священном Писании. Не прибавляй. Библия говорит, неверующий в Сына Божия, а он про себя в душе. Я доказываю вам из Священного Писания. Это самое ненадежное. Да благословит нас Господь, чтобы мы вышли из храма другими, и никто не оказался опоздавшим. Ему слава вовеки, Отцу и Сыну и Святому Духу. Вовеки. Аминь. Аминь.